Праздничный забег. В Харькове около 5000 человек пробежали марафон, посвященный Дню Города и Дню Независимости. Дистанция чуть больше 42 километров. За участниками наблюдала и Светлана Шекера. Ранним утром, пока нет жары, на стадионе Динамо разминаются бегуны. Анатолий Иванович в свои 77 готовится пробежать полумарафон. Рассказывает, бегать начал уже на пенсии. Она попробовала, я километр пробегала, она два. Ну так пошло, пошло, пошло. В 66 лет я первый раз побежал в первый марафон. В месяц километр 140-150 я пробегала десятки. В забеге участвовали и дети. У них дистанция самая короткая. Три километра. Это большая дистанция для вас? Ну для нас не сильно, потому что мы бегаем больше. Перед стартом волнуются все. Ну всегда перед стартом есть небольшое волнение. Обратный отсчет и тысячи бегунов устремляются вперед. Три, два, один, два. Ирина бежит с детской коляской. В ней трехмесячная дочь. Вы решили сбежать? Да, ну я бегаю много лет. В прошлом году полумарафон пробежала. Узнала, что беременна. Решила продолжать уже с молодым поколением. Держим кинежирующим! Десять километров пробежала и глава Харьковской обладминистрации. В марафоне освобождения она участвует уже третий год подряд. Гарная погода. Майже вся дистанция в тени, поэтому каждый, майже каждый сдал в ее. Великая количество эмоций. Дуже приемные коллеги, потому что каждый пытался поддерживать один одного для того, чтобы встретиться на финише. В этом году участников особенно много. Сторонников здорового образа жизни становится больше. Это, понимаете, уже философия жизненная такая. Потому что еще Борис Петрович, тренер наш бывший, говорил, растал приоритеты жизненные. Если хочешь здоровье иметь в первую очередь, то все будет остальное. Здоровье в первую очередь. Те, кто смог одолеть полную марафонскую дистанцию, уже победили, вне зависимости от результата. Пробежать 42 километра смогли самые выносливые и самые расчетливые, кто смог сберечь силы на старте и распределить их на всю дистанцию. Светлана Шекера, Евгений Карпенко. Подробности, телеканал Интерхарьков. Продолжение следует...